Рассмотрение неоднозначного уголовного дела началось в Кстовском суде. Судят сотрудника полиции, который избил задержанного. Жертвой стал судимый рецидивист, судимый в том числе из-за убийства, который в пьяном виде пришел в отдел полиции. Оперуполномоченный, который сталкивался с ним ранее, применил силу. Избиение засняли другие задержанные. Я видел три удара по лицу кулаком и один раз ногой в области туловища. У него все лицо было в крови, у него была рассечена бровь правая и тоже справа у него на губе тоже. Я пришел в РВД Кстовское за помощью, обратиться, найти меня родного брата, который живет в данный момент, живет здесь, в Кстове. Подошел в гражданке тоже, полицейский, говорит, кто ты такой? Я говорю, так и так, и так. Ну-ка, пойдем, ты пьяный находишься. Я говорю, я не пьяный, а из тебя пахнет. Я говорю, ну пахнет меня спиртным, но я на ногах держусь. Андрей Николаевич уже был мне знаком до этого, потому что за полгода до случившегося мы его задерживали. По заявлению его сожительницы, жены, я уже не помню, за мелкое пульганство также. Также доставляли в отдел в РВД Кстовском районе. О том, что он был неоднократно судим, в том числе и за умышленное убийство, за разбой, за грабежи, за кражи, это тоже мне было известно заранее. И неоднократно привлекался к административной ответственности. Мы тоже люди же. Не говорится о том, что я в тюрьме сидел, там ничего. Я же такой же человек. Скажи, может случиться, там оказаться по ту сторону забора. Мы все не ангелы. Он начал отталкивать нас, кричать, хвататься за одежду форменную. Он смотрит, как фашисты, ***, не надо, так гестапо не издевалось, ***, а зачем делаешь ***? Только фашисты издеваются, так нельзя издеваться, зачем его, блядь, они его начали бить. Они хотели взять и оббить он, сейчас, говорит, на таблетках будет. Попытался забрать погон, в этот момент Андрей Николаевич схватил меня за ногу, за правую, под коленом, и потянул на себя руками, в результате чего я встал на колено рядом с ним. Также в этот момент он потянулся, пистолет, находящийся на меня на поясе. Я в этот момент оценил обстановку, как угрожающую мне и вообще при создавшихся обстоятельствах, если бы завладел человек оружием, то могли бы произойти неправильные последствия. Я принял решение нанести несколько расслабляющих ударов для того, чтобы Андрей Николаевич отпустил мою ногу, чтобы мне выйти из камеры. Далее данный гражданин продолжил себя вести неадекватно, постоянно стучал в дверь руками, головой, ногами, и был помещен в помещение для одиночного содержания административных задержанностей. Он наносил неоднократные удары ногами по решетчатой двери, оборудованной пластиковым покрытием, в результате чего пластик был поврежден, и он нанес себе ссадины ступней. В дальнейшем он неоднократно пытался использовать предмет своей одежды для совершения суицидов. Ну, так как было, да, у меня мысли, когда меня разделили. Так были мысли у меня, потому что не за что было меня сажать вообще. За это у меня и разделили потом до трусов, чтобы я не повесился. По моему мнению, я не превысил свои полномочия, так как у меня был мысел лишь освободиться от захвата и выйти оттуда. И пресечь. Пресечь противоотправные действия. У вас есть претензии к сотрудникам полиции? Нет, нет никаких претензий. Извинения у меня попросили. Я так же человек, и у него так же семья есть. Кача живет. Пускай живет. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Пускай на свободе будет, условно, да. У него ребенок родился, семья молодая. Работу он, считай, потерял уже в полиции больше у него на этой работе. Кстати, после увольнения из полиции Виктор Силачев устроился работать в транспортную компанию. Потерпевший, неоднократно судимый Андрей Полищук, работает дворником.